Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Что происходит в этом мире, воскликнет философ попытки добраться до истины этой стремительно меняющейся жизни. Но нам тут вдаваться в рассуждение некогда. За неделю скопилось добротное количество новостей, требующих освещения, обсуждения, анализа, критики, компиляции и систематизации. Так, я снова на себя слишком много беру, поэтому начнем по порядку и по степени сложности вопросов. Во-первых, это БРМ Ньюс. Во-вторых, мы начинаем! В 2020 году человечество может гордиться собой за то, что победила лихорадку Эбола, слетала к Плутону, отредактировала человеческие гены, решила охладить планету, соединила мозги животных в работающую сеть и, естественно, выпускает риппл-игры без микротранзакции. С таким обращением выступил креативный директор проекта Doom Eternal Хьюго Мартин. Никакого магазина. Ничто из того, что можно разблокировать за очки опыта, не влияет на геймплей. Единственное, что открывается за очки опыта, это косметика. Она не отражается на стиле игры, а просто круто смотрится. Эчернл стоит 60 долларов. Это не фри-то-плей или мобильная игра, поэтому мы предоставляем вам ее полностью, без магазина. Так, как вы и ожидаете. Получение скинов – это часть игрового опыта, если для вас это важно. Или же вы можете их полностью игнорировать. Это никак не скажется на геймплее. И в любом случае это будет полностью бесплатно. Знаете, меня совсем чуть-чуть смущает факт, что подобные высказывания, в принципе, становятся предметом обсуждения. Еще несколько лет назад мир компьютерных игр был полностью изолирован от какого-либо финансового вмешательства. Игроки находились в одинаковых условиях, где каждый мог проверить свой скилл на прочность. Исключительно упорство и умение определяло объем полученных внутриигровых наград. И как бы всем было хорошо. Не думаю, что у игроков возникала мысль. Хм, мне тут чего-то не хватает. Точно, я заплатил за проект 60 долларов и хочу заплатить еще. Но вот у определенных компаний подобные мысли были. С приходом микротранзакций на каждого ровного геймера появился геймер ровнее. С другой стороны, если посмотреть на статистику внедрения функций микротранзакций в игровые проекты, можно с легкостью следить те компании, доверие которым давно бесповоротно подорвано. Ибо принцип «купи, а потом еще раз купи» никогда не станет флагманский для достойного проекта. Так что ждем Doom Eternal 20 марта 2020 года на платформах Xbox One, PlayStation 4, ПК, Google Stadia и версии Nintendo Switch, которая должна выйти совсем скоро. Как можно отказаться от отдыха на берегу моря под снойным и палящим солнцем? Можно, скажет геймер. Есть альтернатива, ответит компания Atari. Так, Atari планирует построить сеть геймерских отелей, первая из которых будет открыт в середине 2020 года на территории штата Аризоны в Фениксе. Atari не собираются акцентировать внимание исключительно на собственном бренде. Концепция отелей подразумевает многофункциональные развлечения для абсолютно любого возраста, а также адаптацию под любые потребности посетителей. Здесь будут присутствовать технологии VR и AR, виртуальная и дополненная реальность. В некоторых отелях также будут оборудованы самые современные помещения и студии для размещения киберспортивных мероприятий. Руководство данного проекта состоит из GSD Group в лице Шелли Мерфи и продюсера перезагрузки франшизы фильма «Черепашки-ниндзя» Наполеона Смита III. Как сказал Фред Чесней, генеральный директор Atari, мы очень рады сотрудничать с GSD Group и True No Studio для строительства первых отелей Atari под торговой маркой в Соединенных Штатах. Вместе мы создадим пространство, которое будет гораздо больше, чем просто место для отдыха. За штатом Аризона последует открытие геймерских отелей в Лас-Вегасе, Денвере, Чикаго, Остине, Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Хусе. Остается подождать, когда Atari достигнут предела в Сочи и можно смело паковать чемоданы в отпуск. Сложно сказать однозначно, кто сеет большую смуту вокруг серии Silent Hill. Фанаты или сами разработчики из Konami? Или может я? Непонятно. Они выступили с витиеватым комментарием, интерпретировать который можно фразой «Мы не отрекаемся от серии Silent Hill». Если быть дословным, то на данный момент мы не можем поделиться новой информацией, однако мы прислушиваемся к отзывам, мнениям игроков и рассматриваем возможности выпустить следующую часть серии. Спасибо! Говорится в заявлении Konami. Спасибо, не говорится. Конечно, нет причем утверждать, что в ближайшее время мы действительно видим новую номерную часть франшизы, но хотя бы на перспективное будущее теперь есть некоторые предпосылки. Всегда параллельно с обсуждением судьбы Тихого Холма встают вопросы об участии в проекте Хидео Кодзимы. Ведь, как многие из нас помнят, он создал, пожалуй, лучшую хоррор-демку из всех существующих именно к этой франшизе. Да, речь идет о пяти, и, возможно, вокруг нее не было бы столько разговоров, если бы не тот факт, что своим присутствием она затмила все последние проекты под брендом Silent Hill вместе взятые. Ни How Coming, ни Shattered Memories, ни Down Poor не смогли поселиться в сердцах фанатов этой серии. Но пока никаких однозначных утверждений по поводу участия Кодзимы нет. Есть лишь неподтвержденные данные, по одной версии которых Konami готова передать в руки Кодзиме проект, но не готова финансировать. По другим данным разговор лишь идет о том, что отношения между геймдизайнером и компанией смягчились. И пока вокруг игрового Silent Hill ходят лишь слухи и легенды, киноадаптация вселенной идет полным ходом. Что известно на данный момент? Режиссер Кристоф Ганн публично подтвердил работу над новым проектом по адаптации игровой вселенной Silent Hill. Кристоф Ганн уже участвовал в работе над Silent Hill. Именно он выступал режиссером первой картины, которую многие до сих пор считают лучшей экранизацией среди игровых проектов. Отчасти этому послужило желание Ганна сохранить игровую аутентичность, но адаптировать ее под полнометражную картину. Всего по вселенной Silent Hill вышло два фильма. В режиссерском кресле второй картины оказался Майкл Бассетт. Кристоф Ганн отказался принимать участие, так как продюсеры проекта настаивали на большей схожести со вселенной Resident Evil, чего Ганн категорически не хотел. Теперь, спустя несколько лет режиссер готовит новую версию всемирно известного печального тихого холма, действия которого также будут происходить в маленьком американском городке. И если верить словам режиссера, то нас ожидает атмосферный фильм в стиле каноничного Silent Hill, который будет похож сам на себя, без попыток пародировать какие-либо другие картины. А в это время на Xbox One стало доступным новое приложение для стриминга Rainway, пока в бета-версии. Пользователи консоли Microsoft теперь получат доступ, а значит смогут поиграть в Detroit Become Human или Newark, и совсем скоро в Horizon Zero Dawn. Приложение можно сравнить со Steam Link, и Rainway синхронизируется со всеми консолями Xbox One. Основные технические требования заключаются в подключении компьютера с Windows 10 через интернет, подключение Xbox One через интернет или сеть Wi-Fi, и следует также убедиться, что на фоне не загружаются обновления. Поддерживается стриминг в разрешении до 4К, локальный мультиплеер, кооператив, голосовой чат и настройки родительского контроля. Сразу обозначу, что меня никогда не приводили в неистовый гнев любые попытки фанатов создать ту или иную игру по любимой, а также популярной вселенной. Будь то сознательный шаг или некая криптонезия. Ведь таким образом люди привносят жизнь в проект, а значит демонстрируют его важность как для разработчиков, так и для публики. Так, а чем это я? Ах да. Создатели канала Residence of Evil, который посвящен как серии Resident Evil, так и в целом сопутствующему жанру, совместно с Moon Glint, это разработчик, в команде которого один человек, занялись созданием Vigil. Vigil это проект, вобравший в себя все особенности первых трех частей Resident Evil. Он нас отправит 24 декабря 1984 года, а в качестве главных героев нам предложат членов разведывательного отряда Reconnaissance Operation Unit 3. В ходе патрулирования загадочного леса герои попадают в поместье Бичвортов, и на первый взгляд дом кажется безопасным. Но чем больше времени проводят там оперативники, тем лучше понимают, что это место таит в себе опасную тайну, готовую обернуться в настоящий кошмар. Да, у разработчиков изначально возникли опасения, касаемо названия игры. Первоначально варианты озвучивались как Residence of Evil The Game и Residence of Evil Vigil, но от них отказались, дабы не возникало лишних проблем с Capcom. Поэтому финальная версия названия звучит как Vigil или Vigil Prophecy of the Bestowed. На данный момент есть возможность поиграть в демоверсию на официальном сайте игры, выход финального релиза пока неизвестен. Эпидемия 2020 года под названием коронавириды, или как ее принято называть коронавирус, послужила причиной переноса выставки Тайпэй. Ранее сообщалось о том, что выставка состоится, но на ней будут приняты повышенные меры безопасности. На мероприятии будут дежурить команды медиков и измерять температуру участников, а организаторы активно просили использовать гостей защитные маски. Но буквально за несколько дней до мероприятия большая часть приглашенных в СМИ объявила о том, что не сможет посетить выставку. Вслед за ними сами организаторы 31 января сообщили о переносе Тайпэй, но с сохранением места проведения. 2020 Тайпэй гейм-шоу должна была пройти с 6 по 9 февраля, однако из-за серьезной вспышки коронавируса мы решили перенести мероприятие на лето. Учитывая, что массовые мероприятия вроде Тайпэй гейм-шоу увеличивают шанс распространения инфекции, организационный комитет решил избежать таких рисков. Мы искренне просим всех участников выставки понять столь важное решение из заявления пресс-службы Тайпэй гейм-шоу. Что сказать, влияние коронавируса, как бы печально это ни было, с каждым днем все растет, и Тайпэй далеко не первое мероприятие, которое от него пострадало. Уже было отменено несколько киберспортивных событий, а также объявлено о закрытии заводов Apple и Samsung в Китае. Аналитики уже отметили, что эпидемия однозначно повлияет на мировую экономику. Культовая классическая RPG 1994 года System Shock получает полноценный ремейк. Разработчики из Night Dice Studios опубликовали на YouTube-канале 20-минутный ролик демонстрации при альфа-версии. Как отмечает команда, со временем первых показов проекта у игры большие продвижения. Во время прохождения игрок сможет ощутить истинную атмосферу киберпанка и узких неоновых коридоров, чем-то напоминающих Alien Isolations. Основная часть показанного геймплея содержит в себе бег по локациям и стрельбу мутантов. Разработчики отмечают улучшенную систему боевки, а также механику невидимости. Как поясняют разработчики, хочется предоставить для игроков обширный арсенал для борьбы с противниками, от обычных пистолетов до футуристических лазерных пушек. Несомненно, Night Dice Studios предстоит проделать большой объем работы перед релизом. Прежде всего для того, чтобы оправдать надежды фанатов столь известного проекта. На данный момент у игры нет даты выхода, но уже есть способ оформить предзаказ. Разработчики добавили в Death Stranding возможность пропускать ролики с предупреждением о BT. Буквально с релиза многие журналисты и геймеры активно жаловались на то, что катсцена с появлением твари в Death Stranding длится невыносимо долго. Каждый подобный момент занимал в среднем 10 секунд. И одно дело, когда ты видишь эту сцену в первый, второй или даже третий раз, другое в 50-й. А в наших современных реалиях каждые секунды на счету. Выбрать эту функцию можно в меню настроек. И при активации катсцена будет продемонстрирована лишь при первой встрече с монстром. Коджима Продакшнс. Огромное спасибо, что прислушиваетесь к нам, скромным геймерам. Из-под пера студии Toatman, доселе называемой Toatman Interactive, выходит проект Evil the Evil. Игрокам предстоит применить на себя роль вампира. Причем к плечу со своими друзьями, проект кооперативный, уничтожать других тварей и монстров. Толком об игре ничего не известно. Кроме того, что разработчики обещают нелинейность прохождения. Где каждое действие игрока тем или иным образом будет влиять на мир в целом. Да и сайт ограничивается предложением посмотреть лишь трейлер проекта. Что же касается самой команды разработчиков, то работой над Evil the Evil займется команда Inet Global 7. Общей численностью в 200 человек. Сюда входит сами Toatman, студия Antimatter Games, издательство Sold Out, а также творческое агентство Petrol Advertising. Более подробную информацию о проекте игроки смогут узнать на выставке GDS, запланированной в Сан-Франциско с 16 по 20 марта. Релиз игры ждем в конце 2020 года. Поляки? Молодцы. Как минимум в вопросе разработки игр. Вот, например, фанатеют некоторые разработчики от Doom, Dark Souls, Dark Mass, Sense, Match & Magic. Но вместо того, чтобы горевать в ожидании новой части, как это делаю я? Создают свою версию полюбившихся игр. Кстати, привет, Arkane Studio. Как у вас там дела? Вместо рефлексии ребята из Hyper Strange выпустили этакую компиляцию в виде фэнтезийного боевика Elderborn, прохождение которого займет от 8 до 10 часов. Помимо игровых вдохновений, команда разработчиков активно использует в своем проекте музыку в стиле Heavy Metal и фэнтези-фильмы эпохи VHS. Что, собственно говоря, там происходит? В игре нам предстоит стать темной мессией, жестоким убийцей, которому необходимо противостоять золотой армии, за многие века заточение ставшее еще злее и беспощаднее. Что с этим делать? Брать на выбор предлагаемые 11 видов оружия и рубить. На разработку игры у поляков из Hyper Strange ушло 5 лет. Помимо ПК, ожидается выход Elderborn на платформах PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также в кинотеатрах, так как разработчики планируют экранизировать проект на своей родине. Что ж, напоследок обратим свое внимание на проекты, которые в ближайшее время выходят в свет. Что у нас там по свежему хлебу? Zombie Army 4 Dead War, релиз которой намечен на 4 февраля. Zombie Army 4 Dead War представляет из себя кооперативный зомби-шутер и является продолжением знаменитой трилогии от студии Rebellion Developments. Проект на свой лад интерпретирует тему древнего мифа о зомби-армии Гитлера. Вот только с тем условием, что на этот раз зомби могут все. Поэтому игрокам предстоят встречи с зомби-солдатами, зомби-техникой и зомби-акулами. Интересно, было бы посмотреть на зомби-пуделей, стали бы они от этого хоть на миг устрашающими? В местном действии истребления ходячих станут венецианские каналы с утопленниками, вулкан с обгоревшими живыми мертвецами, зоопарк с зомби-носорогами. Помимо этого, игроков ждет обновленный режим Орды, который станет еще масштабнее по сравнению с предыдущими частями. Всех персонажей можно прокачать, открывая новые умения, навыки и приемы. Для любителей внешних улучшений будет доступен апгрейд экипировки и игровой магазин с косметическими предметами и эмоциями. Зомби-арми 4 Dead War появится на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. Версия для компьютеров будет временно доступна только в Epic Games Store. Собственно говоря, на этом все. Хотя нет, стоит поблагодарить зрителя, то есть тебя, по ту сторону экрана, за то, что ты классный. За то, что ты досмотрел ролик до конца. За то, что поставил лайк, оставил комментарий, сиюминутно подписался и уже ждешь следующего выпуска. Где я вас таких идеальных нахожу, ума не приложу. До скорого!